Российская Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете на гей-пропаганду. Только один из голосовавших воздержался. Но противники и сторонники очередного громкого закона, собравшиеся возле здания парламента, сдерживать себя не стали. Столкновений гомосексуалистов и гомофобов в центре Москвы избежать не удалось. Подробности в материале Ирины Мещеряковой. Москва! Лесо на тот! Москва! Лесо на тот! Одиночные пикеты на этот раз полиция не разгоняла. Хорошо накачанным и плохо выбритым гражданам, с утра дежурившему Госдумы, дали возможность высказаться напрямик. Почему я здесь собрался? Потому что я против. Я против гомосексуалистов. Вообще, как явление. Не только в России, но и в целом мире. Посмотрите, что происходит в Европе, как они себя свободно чувствуют. И мне не хочется, чтобы наша страна повторила всю Европу. Народ и его избранники единодушны. Согласно соцопросам, в ЦИОМ 54% россиян считают, что гомосексуализм – вредная привычка, и его нужно запретить вообще. 33% предлагают эту распущенность ограничить строго. А намерение депутатов лишь пожурить виновных штрафом за гей-пропаганду среди несовершеннолетних – это еще полумера. Что такое гей-пропаганда, разъяснили внятно. Распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. А во-вторых, навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к ним у детей. Елена Мизулина сторонница духовных семейных скреп и противница слова гомосексуализм. В законе его нет. Зато есть градация наказаний для простых должностных и юридических лиц. От 4 тысяч до миллиона рублей. За создание привлекательного образа гея в интернете и СМИ можно и сесть на 15 суток. 436 депутатов с этим согласны. Один воздержался. А что это даст? Как можно ловить эти вопросы? Я вообще считаю, что нам нужно очень осторожно государству идти в сферу идеологии различной. Мы спускаемся в какую-то сферу идеологии, где надо уточнить, а вот это семейный традиционный цель, а вот он нетрадиционный. Кто это будет решать? Чиновник Роскомнадзора. Один в Думе не воин. Вокруг парламента их собралось чуть больше. Два десятка геоактивистов оказались в плотном кольце двух сотен футбольных фанатов и православных бабушек. Полиция до крови не довела. Разборки по половому признаку продолжились в автозаке. Закон, естественно, я ни за что не поддержу, потому что этот закон ставит определенную группу граждан, собственно, объявляет вне закона. Закон делит людей на равноценных и неравноценных. То есть однополые пары, однополые семьи автоматически попадают в категорию каких-то неправильных. Мы не уйдем! Мы не уйдем! Все масса выступаем против проявления, не хотелось бы сказать грубо, но скажем прямо, да, кроме пидорасов, которые тут, извините меня, в нашей стране, по нашей земле ходят. Поэтому мы, как будущее нации, как будущее России, собираемся здесь и высказываем свои слова против того, чтобы по нашей земле не передвигались такие люди, да. Хотя их людьми тяжело назвать. В Европе выражают озабоченность, в Америке помогают с документами. В неправительственной организации за равенство прав иммигрантов множатся папки с российскими соискателями убежища в США. Каждый пятый молодой россиянин мечтает уехать из своей страны. И часто эти мечты розовые и голубые. В прошлом году к нам обратились и получили помощь 75 русскоязычных представителей нетрадиционной ориентации. В этом году на рассмотрение уже 26 просьб о предоставлении убежища от геев и лесбиянок России, к сожалению. Мы ожидаем роста этой тенденции в связи с ужесточением гонений на лиц с другими сексуальными предпочтениями. В Москве геи не то что парадом, но даже парами не ходят. А в Нью-Йорке три веселых буквы никому не мешают. Нью-Йорк – самый лучший город на Земле для людей нетрадиционной культуры отношений. А Россия как раз наоборот. Но когда-нибудь общество даже там поймет, что гомосексуализм – природное явление, которое касается примерно десятой части видом легопитающих вообще. А с природой бороться бесполезно. Геи-лесбиянки, трансы, бисексуалы традиционно ориентируются на семь цветов радуги. Здесь в Гринвич-Вилледж таких флагов сотни буквально на каждом углу. Отсюда с Кристофер-Стрит, с восстания геев в одном из баров началось мировое движение за свободу сексуальных предпочтений. Было это полвека назад. Но у России свой особый путь назад в будущее.